Всем доброго дня! Сегодня решил немного поговорить о естественной вентиляции в частном доме, как я ее делал. На этапе кладки трубы я заложил максимально возможное количество вытяжных каналов. Это не трудно, а в будущем мало ли для чего они могут понадобиться. Пусть лучше два из них останутся неиспользованными, чем одного не хватит. И еще я попросил каменщиков оставить несколько отверстий вентканалов в трубе непосредственно на чердаке. Вентиляцию к вытяжной трубе я протянул из потенциально сырых помещений, ванны, санузлов и кладовки. Кухню и котельную я сразу проектировал так, чтобы стена трубы располагалась между ними. Из каждого помещения я проложил свою линию каналов вентиляции. Если их в целях экономии объединить в одну, основная тяга будет происходить из ближайшего помещения, так как воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления. Как следствие, в дальних помещениях циркуляция воздуха будет либо минимальной, либо вовсе отсутствовать. Это дело можно, конечно, поправить, установив в каждую комнату вытяжной вентилятор, но к данному видео это отношение не имеет. Тяга в круглых воздуховодах лучше, чем в прямоугольных, но они заметно занижают потолок. Поэтому я использовал прямоугольные. Там, где линия канала получалась длиннее 10 метров, я использовал трубу размером 60 на 204 миллиметра, а в остальных местах 55 на 110 миллиметров. Качество держателей воздуховодов оставляет желать лучшего. Поэтому помимо держателей, я крепил трубы пластиковыми хомутами, а позже окончательно зафиксировал воздуховоды монтажной пеной. Все соединения воздуховодов я просиликонил. Те трубы, которые я проложил в неотапливаемом черначном пространстве, необходимо было утеплить, чтобы минимизировать образование конденсата в холодное время года. Горизонтально уложенную трубу я утеплил стекловатой, лежащей на полу чердака, а вертикальные трубы утеплил кусками техноплекса и пеноплекса, оставшимися от подложки под теплый пол. Их я приклеил к трубе монтажной пеной. А чтобы утеплитель не отваливался, пока пена не застынет, я временно прихватил пеноплекс с саморезами, который потом убрал. Позже, если толщины утепления окажется недостаточно, то приклеить сверху дополнительный слой пеноплекса не составит труда. Со стороны помещения в воздуховод я вставлю вытяжные анимостаты для регулировки требуемого воздухообмена в зависимости от сезона. Сколько примерно будет стоить? По материалам обошлось все это удовольствие мне в 17 тысяч рублей. Сколько? 17 тысяч рублей. Сколько, сколько? 17 тысяч. А, нет, ну это примерная цена, конечно. На этом все. Всем удачи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!